Пятигорск Именно из-за военной службы жизненная драма Лермонтова развернулась на ярком фоне Кавказских гор, и личная судьба сплелась с судьбой России. Лермонтов — это целая эпоха, и не только для России, но и для мировой цивилизации. Пятигорская земля впитала кровь Лермонтова. Там, где есть кровь, там всегда остается частица души. Лермонтов — это человек, который очень много рассказал о Кавказе. Это не только традиции офицерства связаны с этим местом, но и традиции нашей великой русской культуры. Лермонтов — это величайшая музыка русского языка. Любое произведение Лермонтова, оно неповторимо генерал. Имя Лермонтова известно каждому еще со школьной парты. Кто-то вспомнит о Лермонтове, как о выдающемся русском поэте. Кто-то вспомнит, что он погиб на дуэли от рук своего друга Мартынова. Но сегодня мы расскажем о другом Лермонтове. О человеке, который впервые рассказал нам о Кавказе. О красоте и величии его гор. О чудовищной мясорубке под названием «Кавказская война». Пятигорск. Здесь Лермонтов провел два последних месяца жизни. Сюда привезли его бездыханного после дуэли. Впервые на Кавказ Лермонтов приезжает еще в детстве. Памятная поездка – щедрый подарок от бабушки, которая будет опекать Лермонтова всю его недолгую жизнь, а после гибели перевезет прах поэта в родной склеп под Пензой. Когда Мишеля около десяти, бабушка на лето отправляется с ним на горячие воды, чтобы внук набрался здоровья. Обычаи храбрых горцев и живописные окрестности врезаются в память на всю жизнь. Знакомство с Кавказом оборачивается еще и перволюбовью. Лермонтов напишет позже. «Это была истинная любовь. С тех пор я никогда так не любил, как в тот раз. Горы Кавказские для меня священны». За время офицерской службы Лермонтов воюет на Кавказе дважды, и оба раза его изгоняют на войну из высшего света Петербурга. Первая ссылка – за призыв к революции, который император увидел в стихотворении на смерть поэта в память о погибшем Пушкине. После его написания Лермонтов – один из самых популярных писателей в России, но благодаря хлоптам бабушки через несколько месяцев он возвращается в столицу. «В Петербурге так много говорят о вас, господин знаменитый поэт». «Я не поэт, Марска. Я только гвардейский поручик». «Да, но твой салат сравняет тебя с генералом». Вторая ссылка – за дуэль с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. Поединок – результат интриги придворных кругов, для которых Лермонтов давно кость в горле. Уж больно дерзок он в своих стихах. Его насильно стравливают с французом, и хотя дуэль оканчивается бескровно, поэт вновь отправлен воевать на Кавказ. Оттуда он уже не вернется. Лермонтов – воин по крови. Героическими подвигами прославились все предки. Дед поэта Михаил Арсеньев – капитан гвардии. Брат деда Афанасий – участник Бородинской битвы, за которую получил в награду золотую шпагу с надписью «За храбрость». Сыльного офицера Лермонтова в войсках знают и почитают, как храброго воина и талантливого поэта, который дрожит отечеством, но не терпит лицемерия стоящих у трона. Этот мост пройти невозможно. А вам что здесь угодно, господин поэт? Вон они, ваши рифмы. Это кто там еще скачет? Лермонтов по вашему предотврату. Литературой во вторую ссылку Лермонтов занимается вопреки. Личный приказ государя – задействовать поручика Тенгинского полка Лермонтова во всех военных операциях. Бои один за одним писать особенно некогда. На Кавказе Лермонтов – герой, но не для императора в Петербурге. Николай I своей рукой вычеркивает Сыльного офицера из нескольких наградных списков и напоминает командованию Тенгинского полка о своем запрете отпускать Лермонтова с передовой. Он героически себя показывает в одном из самых кровопролитных сражений Кавказской войны на реке Валерик в Чечне. Позже возглавляет своего рода отряд спецназа, который идет впереди основных войск с целью выявить неприятеля и по возможности уничтожить. «Жалкий человек, чего ж ты хочешь? Под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один воюешь ты. Зачем?» – спрашивал Лермонтов. Вы знаете, вот в этих строках он осуждает войну, именно Кавказскую войну. Война России с кавказскими горцами длилась больше полувека и официально закончилась лишь в 1864-м победой русских войск. Цена – десятки тысяч жизней. Лермонтов к происходящему на Кавказе относится по-своему и не во всем разделяет великодержавную политику империи. Во времена Лермонтова и самому поэту приходилось стоять перед очень трудным нравственным выбором. Ведь он с детства испытывал огромную симпатию горским народам. Кавказ столкнул в Лермонтове долг офицера и сострадание гуманиста, который ценит человеческую жизнь независимо от национальности и поклонения другому богу. Любя Кавказ и воюя на Кавказе, вот в этом глубина патриотизма, понимание неизбежности выполнения долга офицерского и в то же время такое философское, поэтическое, гениальное осмысление чудовищности войны как таковой. В Пятигорск Лермонтов приезжает ненадолго. Эдакий медицинский отпуск – полечиться на минеральных водах. Город того времени – место не только курортное, но и крайне модное даже для столиц. В нем едят, пьют, танцуют многие из петербургской аристократии. Главное развлечение пятигорской публики – балы. На них Лермонтов почти каждый вечер. В углу не тушуется. Он, видные кавалеры, на паркете держится уверенно. Лермонтов останавливался в здании пятигорской ресторации. И более того, именно нашу пятигорскую ресторацию он сделал местом действия одного из эпизодов в своем романе. Вспомните повесть «Княжна Мэри», вспомните знаменитый эпизод на балу, когда Печорин буквально спасает честь Мэри. Я прошу вас удалиться, потому что «Княжна» давно обещала станцевать мазурку со мной. В Москве, где Лермонтов учился, балы официально проходили в Московском дворянском собрании. Туда специально продавались билеты заранее дворянам. И они могли приходить на любой бал в любой день в течение всего года. И эти балы, как правило, вы знаете, это ведь были центры общения. Офицерские балы, как дань традициям, всегда воспевались в лучших произведениях русской классической литературы, а позже и в отечественном кинематографе. Они несли нечто большее, чем просто культуру общения. На танцевальных вечерах выступают знаменитые музыканты. Порой сам император приезжает в Москву, чтобы их услышать. И будущая маменька, папенька Лермонтова, они купили себе билеты еще в 1814 году, летом. Еще Лермонтов, как говорится, был в животике. Но они заранее купили себе билеты на балы в Московское литературское собрание. Еще до отправки на Кавказ в Москве и Петербурге, а потом в Пятигорске, Лермонтов завсегдатый лучших балов. Но для него они лаборатория душ. Он мгновенно подмечает в «Человеке фальшь», если она есть. Страница злобы и порока, ничтожное содержание, спрятанное за блестящей формой, рождает формулу «Люди-маски». Это картина из музея поэтов Пятигорске. Светский бал, люди-маски повсюду. И только лицо Лермонтова в самом центре полотна открыто. Мне кажется, эта картина, она очень символична. Вот Лермонтов на балу, насколько он был открыт, насколько он был самим собой всегда, и он очень часто маски срывал с людей. На балах в казенной гостинице Лермонтов, как правило, весел, по привычке язвителен и беззаботен. Но вечер за несколько дней до смерти особенный. Незадолго до гибели Лермонтов с друзьями устроил грандиозный бал в складчину. Вся молодежь дружно помогала в устройстве праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок колеи у огромного грозы. Говорят, Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. Лермонтов был необыкновенно весел на последнем балу, но тем не менее одному из тех людей, которые были рядом с ним, он поделился своим внутренним ощущением близости конца. Присленный на Кавказ умереть в бою, Михаил Лермонтов погиб на дуэли. Так и напрашиваются будто пророческие строки из фаталиста. Часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы. Наверное, Лермонтов предвещал исход своей жизни в Пятигорске. Именно здесь произошла дуэль Печорина с Грушницким, а Лермонтова с Мартыновым. АЛЕРМОНТОВ 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 В некогда здании ресторации в Пятигорске, то есть гостиницы, вновь звучит музыка. Ослепительные наряды, учтивые взгляды, шампанское и блеск танца на паркете. Офицерский бал. Возрождение. До первого офицерского бала, посвященного двухсотлетию Лермонтову, несколько минут. Гости в предвкушении. На лицах некоторых, кто сегодня выйдет на паркет, волнение. Этот бал проводится впервые. Как-то я только что говорила о том, что мы все время говорили о Лермонтове как о поэте. Мы все время говорили о Лермонтове как о художнике, достаточно интересном человеке. Но мы никогда не говорили о нем как офицерии. Мы не говорили как о прапорщике Тенгинского полка. Собственно, Тенгинский полк – это история нашего города. Поэтому вот это событие, он действительно значимый. Вечер открывает приема русского балета народная артистка России Ильза Риепа. Для нее Лермонтовский офицерский бал, как и для многих друзей по цеху, событие долгожданное. Создав фонд культуры детям, мы как раз хотим возродить традиции Института благородных девиц. И как раз в этом году в Москве хотим провести детский бал для наших воспитанниц. Но понимаете, ведь взрослые балы, они вырастают из детских балов. А если будут барышни, то нужны и кавалеры. И кавалеры, не только умеющие двигаться, кавалеры, воспитанные в духе, в правильном духе. Образ офицера, чести, достоинства, верности присяги. Прошло 200 лет, но мы понимаем, что наших ребят, молодых военнослужащих, надо воспитывать именно на этих качествах. Это мероприятие, оно очень значимо не только для Пятигорска, а для всего Кавказа. Бал дают накануне 200-летия Лермонтова. Впервые его вспоминают не только как поэта. В программу празднования включен ряд мемориально-торжественных мероприятий с участием официальных представителей Минобороны России, командования войсками Южного военного округа, военнослужащих гарнизона, воспитанников суворовских училищ и кадетских корпусов, представителей общественности Пятигорска и иностранных гостей. Организатором и инициатором мероприятия выступили Национальная ассоциация объединения офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир», Общественный совет при Министерстве обороны России, Общественный совет и Дума города Пятигорска. Офицеры Российской империи чествуют офицеры Российской Федерации. Актуальность того, о чем писал Лермонтов, о патриотизме, о доблести, о воинской чести, о традициях русского офицерства, они настолько актуальны сегодня для современной российской армии. Погибнуть в 27 лет, достигнув величины как поэтической, так и художника, это, будучи офицером, сегодня мы отдаем дань не только поэту, мы отдаем дань офицеру Российской армии. Проводить офицерские балы в современной России стало уже доброй традицией. По инициативе Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир» при непосредственной поддержке и участии в них высшего руководства Министерства обороны были проведены офицерские балы в культурном центре вооруженных сил в Москве, военных гарнизонах Ростова-на-Дону, Краснодара, Нальчика. И везде они находят живой отклик у военнослужащих и членов семей, независимо от возраста и занимаемой должности. Те традиции, которые были заложены у нас, мы просто их сейчас вспоминаем и начинаем развивать. Культура вообще нужна для жизни страны, для жизни людей. И если люди об этом забывают, если это происходит, будущее уползает, убегает от этой страны и от этого народа. Это надо понимать и надо это абсолютно серьезно оценивать. Первый Лермонтовский бал, проведенный в Пятигорске, стал знаковым событием года Лермонтова. Через несколько недель подобные действия, связанные с именем поэта, подхватили и провели в Твери. Именно в Тверской губернии свою службу русскому государю начал основатель рода Георг Лермонт. Организаторы праздника постарались воссоздать атмосферу настоящего бала XIX века. Среди гостей курсанты Суворовского училища, военной академии воздушно-космической обороны. После бала концерт. На сцене Андрей Дементьев, Иосиф Кобзон, Тамара Гверцетели. Люди, для которых Лермонтов синоним чести, отваги и порядочности. Успех ошеломительный. Я очень рад тому, что мы пытаемся, я понимаю, что это попытки, но все-таки мы пытаемся возродить то хорошее, что было. Еще многое можно, еще многое можно возродить, вот, еще многое можно привить сегодняшнему времени и сегодняшней молодежи. И мы должны это делать. Каждый из нас с юных лет учил, открывал, начинал любить, понимать Лермонтова. Это то чудо, которое в России должно быть всегда. Обращаясь к творчеству Лермонтова, к традициям, в том числе через офицерские баллы, мы заглядываем в будущее. Мы открываем дорогу, по которому путь, по которому должны идти будущие офицеры, будущие наши вынослужащие. Поэтому это не просто развлекательное мероприятие. Это традиции, я еще раз говорю, чести, доблести, культуры. Чем больше мы работали над этим фильмом, тем больше мы узнавали дорогого Лермонтова. Человека, который любил жизнь, по-своему боролся за мир, осуждал природу войны. Его наследие безграничное, осмыслить его будут пытаться наши дети. Быть может, с возрождением традиции лермонтовских офицерских баллов, все больше людей смогут приблизиться к творчеству этого великого поэта-пророка. Настоящего пророка в своем Отечестве. Субтитры создавал DimaTorzok